вот друзья замучили замучили кремниевую долину вот эти вот google мобили они хоть и небольшие вроде места мало занимают на дороге как велосипед но понимаете едут медленно и надо сказать то ли в тренировочных целях только чего они норовят время полосу менять вот это я замечал вроде едет никого перед ним нет раз полос поменял еще раз полос поменял и скоро друзья не останется таких как мы с вами а будут все вот такие ну даже не знаю что сказать говорят что вообще нужна машина чтобы были бесплатные в общественном пользовании вот трамп кстати выступает за то чтобы вот эти электромобили были бесплатными самоводящиеся без водителей и журнод просто садился ехал куда надо вот за чей счет я правда не понял то есть кто должен оплатить я не знаю может быть он хочет войти в автомобильный бизнес так с этим делом не могу сказать вот оно будущее подмигивает нам задним огоньком так скажем мы друзья специально тот за ним пристроились вот 30 миль едет и все хоть бы хоть ему чего на голове тиши а место перед ним много и вот эти 30 миль он едет вот и снова под подмигивает правым глазом но уже не нам и меняет полосу вы видите они все меняют полосу и тем самым как бы можно сказать проиграть какое-то неуважение ко всем остальным так мне кажется я смотрите вот и подмигивает и подмигивает да ну ладно что теперь делать а мы друзья едем но я не могу назвать это русским магазином потому что мне русские и даже не советские а вообще с ближнего востока люди держат но мы там частенько вот русским таким белорусской селёдочка там и так далее отовариваемся вот сейчас мы пойдем трудовым коллективом будем отовариваться друзья отоварились едем обратно надо сказать что мучительная мучительная была процедура потому что я на диете я увлек своим примером многих в трудовом коллективе и то что мы раньше там бывал налетишь и с собой и там на месте какое-нибудь торжество устроишь а тут чё ты смотришь и вот но даже не знаешь чего взять все все у нас теперь там но не то что голодают конечно но воздерживаются и раньше то мы сейчас сели с анной леонидовной какой охотничь колбаски вы пожевали в камеру правда вот или там в крайнем случае какую-нибудь конфетку там сырочек сырочек конфетку но селёдку мы не стали в салоне это уже мы там должны добраться а серёдочка быть мы купили друзья селёдочки белорусской белорусская была синенькая синенькая до санта бремор купили селёдочки белорусской для надо было помочь экономике братской страны вот а так практически даже не знаю что чайку чайку взяли что еще мы взяли я не знаю кто его есть то будет не знаю я о людях думала так хорошо хорошо которые эти друзья те уже не люди так да да у нас есть люди не на диете тоже парочка есть а сопи и чудит и не надо но она и так вот друзья хочу рассказать когда был я в вашем возрасте имеется ввиду наша основная аудитория так помоложе то есть у нас есть и такие как я и постарше есть но вот имеется вот помоложе когда был я в вашем возрасте и все это было в темное время когда правили страной темные люди там коммунисты всякие так нечего было скушать понимаете нечего было скушать а хотелось и ели черти что то есть молотили все подряд мы знаете что ели мы ели горбушку хлеба у нас продавался горячий хлеб за ним выстраивалась очередь и пока ты его домой нес так вот эту горбушку так это было в кургане это было в питере тоже а здесь у нас школе друзья я встретил молодых людей уже современные так сказать молодежь которые казалось бы но они просто в бедности жили то есть все было но им не досталось и значит они сначала один рассказал потом я начал других спрашивать оказалось что это у всех так было и я долго не мог себя прийти значит они рассказывали что они брали кусок хлеба посыпали его сахаром опускали в воду кусок хлеба так что она как-то запиталась водой и вот это было как пирожное с этим шли на улицу и вся улица завидовала у нас все то же самое только маслом мазали а потом сахаром это вы это вас питерские замашки булочку беленькую я например хочу сказать что в наше детство мы когда мы не голодали конечно но так ассортимент был ограничен в наше детство более булочка беленькая хорошо шла не только например с котлеткой а булочка беленькая хорошо шла с конфеткой шоколадный да это исключительно вот так берешь конфетку шоколадную раз кусочек булочки беленькой 2 это было изумительно но а еще например вот бабушка моя она почему-то любила я не зачем это объяснить она такое дело совершенно не кошерное блюдо она брала такую высокую тарелочку и туда котлеток несколько клал и так она их еще ножичком или ложечкой так на кусочки резала и сверху все это заливала сметаной и говорю кушай миша там вот мол слава богу год дни военные это есть что покушать вот и я вот это все ел видите теперь худею да но я с тех пор никогда худеньким уже не был вот так что а котлеты она делала сама слушайте наталья вы как из питера женщина вы из бенграда вы шкварки делали конечно расскажите расскажите всем какой это был яд это было безумно говорить громко-громко говорит вкусный яд который до сих пор у меня на языке который бабушка делала шкварки из гусиной из гуся гусиной потом это все в баночку застывал жир застывала да и на хлебушек на черные намазывали да вот а когда со сковородочки еще горяченькие берешь да да леонидовна у вас в кургане шкварки были у меня бабушка делала шкварки что-то вот про то чтобы мазать на хлебушек у меня как-то не я сейчас расскажу она получалась так она застывала и получас такой белый жир и в нем какие-то кусочки мяска у меня такое ощущение что мы на этом жиру готовили а вот вот эти кусочки вот эти то что она жарилась в этом и как-то употребляли да друзья если вам захочется сделать шкварки не надо вот это чисто чисто вред для здоровья но то есть когда люди понимаете не доедали и они раз в неделю могли себе позволить там что-нибудь такое я вспоминаю как-то я читал шолом алейхима есть такой писатель еврейский вообще фамилия его на самом деле рабинович как можно догадаться но так он назывался шолом алейхим кликух такая литературная и он описывал там жизнь еврейское местечко и вот бедные эти евреи несчастные они там всю неделю ну себе значит заначку делали на субботу и там где-то курочку где-то там яичко где-то там маслица немножко это всю неделю ждал эту субботу и вот это в субботу он значит там вот мог себе позволить а я думаю а мы сейчас по четыре раза на дню у нас суббота всю неделю сейчас мы конечно но если бы взять например здоровенного выросшего в лесу крепкого могучего оленя он же лось ну в смысле или лося да да фазы перпас обзы дискашн значит или лося например и чтобы его полгода вот так кормить как мы едим он умрет от порока сердца от ожирения от болезней сердечно-сосудистой системы и в общем я я даже извиняюсь от импотенции он не умрет но это явно с ним произойдет потому что если он так будет кушать это там еще никто нет нет да но и радости в жизни меньше поэтому почему я говорю друзья вот едем мы из русского магазина совершенно с каким-то неотечественным настроением здесь у нас здание эвакуировали друзья вы смотрите эвакуирует здание тут какая-то дрянь дымится вот то что у нас слева то дымится вот все снимают видеть нас снимают мы снимаем видите женщина с телефоном все все снимают а что случилось а что случилось на друзья нас приветствует видят блогеры знаете из раши то и говорят путина привет говорит так он там же из питера наташа у нас тоже питерская вы а вы путина знали когда в питере жили наташа конечно каждый день то есть я думал вы сам по старше но он тип меня вы же не выездные нибудь были друзья а сейчас все выездные и толку толку да да поэтому хорошо быть выездным вовремя они когда все все отправляемся думать что делать с покупками а